Первое Соборное Послание Святого Апостола Петра Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предвидению Бога Отца, при освящении духа, послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Благословлен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас с воскресением Иисуса Христа из мертвых, к купованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силую Божию через веру, соблюдаемую ко спасению, готовому открыться и в последнее время. О, семь, радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвалея чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите и которого доселе не видя, но верой в него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную. Достигая, наконец, веру в ваше спасение душ, к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которой и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвещал Христовы страдания и последующие за Ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествующим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего бодрства, совершенно уповательно подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру не призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его, и из мертвых дал ему славу, чтобы вы имели веру и пование на Бога. Послушанием истины через духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного. Вот слово Божие в живого и пребывающего век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает в век, а это и есть то слово, которое вам предоповедано. И так отложи всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камни живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный и избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. И так он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, на который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя слово, на что они оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителям ли как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества и безумных людей, как свободные, не как от употребляющие свободу, для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, слуги со всяким страхом повинуйтесь Господом, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что ж за похвалайся вы терпите, когда вас бьют за проступки. Но если делая добро, страдая терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив, например, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, а не было лезьте в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил, взаимно страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившие от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются словом, житьем жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшением вашим ни внешнее плетение волос, ни золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенность в сердце человека нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, не смущайтесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследственным благодатной жизнью, дабы не прибыло вам препятствие в молитвах. Наконец-то будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны и смиренно мудры. Не воздавайте злом на зло или ругательством на ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть от добрых дней, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро ищи мира, и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным. И уж его к молитве их на лицо Господне, против делающих зло, чтобы истребить их земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если вы и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога, светитесь в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета о вашем уповании и дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных был умерщен по плоти, но жив духом, которому находящимся в темнице, духом сойдя, проповедовал. Некогда непокорным, ожидающим их Божию долготерпению, водни, но и во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, доподобно сему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытье, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо пребывает одесную Бога, которому покорились ангелы и власть и силы. И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Чтобы остальное воплотить время, жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольны, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, язычству в пище, и пяти, и нелепому идолослужению. Почему они дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распустые злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовествовано, чтобы они, подвергшись суду по человеку, плотью жили по Богу Духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг к другу каждый тем даром, который получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава держала в веки веков. Аминь. Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете во христовых страданиях, радуйтесь, да и в те явления славы. И вы возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо дух славы, дух Божий почивает на вас. Тем он хулится, а вами прославляется. Только как бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодель, как постигающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокорящемуся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый грешный где явится? И так страждущие по воле Божией да придут ему, как верному Создателю, души свои дела и добро. Пастыри ваших умоляю я. Сопастыри, свидетель страданий Христовых и соучастник славы, которая должна открыться. Спасите Божий стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господство над наследием Божиим, не подавая пример стаду. И когда явится пастыри начальник, вы получите неувладающий венец славы, так же и младший повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, обреките смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И так смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время, все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, веща кого поглотить. Противостоите ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Ему слава держа во веки веков. Аминь. Сия кратко написал я вам через силуа, наверное, как думаю, вашего брата, чтобы уверить в вас, учешая и свидетельствовать, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствую вас избранная, подобную вам церковь и Вавилоне, и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лапзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. Второе соборное послание святого апостола Петра. Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшимся в нами